Тебе нинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. Ровно 4 года Тести Дроп балует нас эксклюзивными кейсами, крутыми ивентами и вкусными дропами. И в свой день рождения он вновь дарит всем подарки. Выполняй челленджи, выигрывай призы и поспеши открыть новую линейку кейсов Тести Бёрздэй. Не упусти сочные розыгрыши призов, а также 15% бонус к пополнению и кейс в подарок с моим промокодом Dota2Universe. Поторопись за халявой в честь дня рождения Тести Дроп. Всем привет, у микрофона Максим и вы находитесь на канале Типичная Дота. Считанные дни остались до выхода анимационного сериала по лору вселенной древних Дота Кровь Дракона. На первый взгляд события аниме захватят лишь какие-то локальные заварушки среди старых и новых героев. Однако есть высокая вероятность того, что создатели подкинут нам и несколько сюжетных веток, выходящих далеко за пределы земли. В любом случае мы увидим новую историю в уже давно сформировавшейся старой вселенной. Поэтому к событиям сериала, пожалуй, следует подойти подготовленными. И в этом ролике для тех из вас, кто ранее не особо интересовался лором Доты или просто-напросто забыл его ключевые моменты, я решил собрать всю самую важную информацию и сделать краткий хронологический пересказ. Начнется он с самых истоков зарождения мира древних и в конце концов подведет нас к сериальным приключениям Мираны и рыцаря Девиана. Так что делитесь роликом с друзьями, которые собираются смотреть Кровь Дракона, при этом не зная вообще ничего о лоре вселенной. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие разборы всех его серий. Заранее спасибо и приятного вам просмотра. Сценаристы Valve в лице Марка Ледлоу, писателя-фантаста Теда Косматки и Криса Катца, подошли к созданию своей уникальной вселенной через призму общепринятой космологической модели. То есть взяли за основу реальные теории и астрофизические постулаты и адаптировали их под свое видение фэнтезийного мира. История Дота-юниверс берет свое начало с космических пустот, которые в астрофизике носят название Войды. Это одни из крупнейших образований в природе, занимающие основную часть пространства во вселенной. Наиболее крупные космические пустоты именуются Супервойдами. Но это мы говорим в рамках уже сформировавшейся космической модели, когда события Доты стартуют буквально с нулевой отметки. Да, первоначальной, в кавычках, жизнью вселенной Доты стала абсолютная пустота, породившая внутри себя сознание. Сейчас мы знаем его под именем Инай, но тогда эта сущность не имела ни духа, ни формы, ни уж тем более собственного голоса, и была лишь наблюдателем. Спустя бесконечные эоны, где-то в темных уголках Войда появились существа великой силы – Титаны. Самым первым и самым талантливым из них был уже знакомый нам Элдер Тайтан. Титаны решили изменять материю по своему разумению, ударяя, нагревая, изгибая и разрывая ее. И когда она стала для них слишком простой, созидатели решили прибегнуть к изменению самой реальности. Однако на этом этапе старейший Титан допустил роковую ошибку, которая спровоцировала Раскол – местный аналог Большого Взрыва. Реальность буквально разлетелась на бесчисленное множество осколков, а из так называемого Единства вместе со Взрывом были освобождены четыре фундаментальных силы. Проводя параллель с нашей физикой, Chaos Knight представляет собой сильное ядерное взаимодействие. Его главный соперник, которого представитель Хаоса слегка ошибочно винит в Расколе Keeper of the Light, является олицетворением слабого взаимодействия. Да, в момент Большого Взрыва Эзолор был инициатором отделения от своего собрата, что также является символичной отсылкой на функцию слабого взаимодействия. Ответственного, в частности, за процессы бета-распада атомных ядер. Энигма, третий фундаментал, представляющий третье фундаментальное взаимодействие, гравитацию. И, наконец, Ио, в старом варианте, Висп, электромагнитное воздействие. Раскол не только начал формирование нового этапа космической жизни, но и породил на его раскаленных просторах три новые силы, Дайрулф, Радианфул и Зет. Первые две древние силы были полными противоположностями друг друга и вели бесконечное сражение, что наносило существенный вред еще пока шатко формирующейся реальности. Зет был нейтральной силой, а потому быстро устал от конфликтующих сородичей. Пока те были сосредоточены на войне, он собрал все свои силы и заточил братьев и сестер в сферу, ставшую их тюрьмой, а затем и вовсе отправил ее дрейфовать по космосу. В конечном счете тюрьма прибилась к орбите неподвижно охлаждающейся планеты и в итоге стала ее вторым спутником. Спустя тысячелетия на окутанной вечными сумерками Земле обитали исключительно ночные создания. Сколько продолжался сумеречный этап неизвестно, но однажды в уголок этой галактики заглянул Эзолор, который непреднамеренно устроил настоящий геноцид. Будучи фундаменталом света, он бродил по темному космосу и в прямом смысле этого слова зажигал своей силой звезды. Одна из таких звезд предзнаменовала первый день для Земли и последний для всех ее ночных жителей. Всех, кроме Баланара, который стал единственным, кто пережил появление Солнца. Когда жизнь на Земле закипела уже в полной степени, тюрьма двух древних получила от жителей свое каноничное название – Безумная Луна. А Безумной ее прозвали потому, что из-за своей внутренней силы Луна светила над Землей так ярко, что иногда могла конкурировать даже с яркостью Солнца. Вторую же Луну, ставшую впоследствии символом богини Селемины, на фоне ярчайшей Мэдмун, символично назвали Даркмун, то есть темной луной. В это время дух пустоты, предвидя что-то неладное, наконец создал себе земной облик. Назвался Инаем и начал контактировать с обитателями планеты. Он создал место под названием Скрытый Храм, начал вербовать к себе на службу верных слуг, в число которых в будущем попадет еще одна наша знакомая Ланая, а также приложил руку к появлению остальных братьев духов, в частности Райдзина. Вероятно для того, чтобы те в час нужды помогли ему одержать победу в грядущем и пока неизвестном для нас событии, которое он предвидит и называет Слиянием. Ну а пока Всевидящий Иной вербовал к себе на службу единомышленников, заключенные древние начали сражаться между собой еще более рьяно, из-за чего оболочка их тюрьмы с веками стала потихоньку раскалываться. Сила Зета также со временем ослабела и в конце концов сфера раскололась, обрушив на поверхность Земли камни с невероятной энергией древних, а сама она осталась висеть на орбите. Зет был отброшен взрывом Луны в далекий край галактики и как созданная им же темница разбит на множество осколков, лишенных единой формы и мысли. Но все-таки подавив чувство собственной разрозненности, Зет помчался в сторону возобновившейся битвы братьев. Этот взрыв и чувство нарастающей угрозы также привлек внимание и главного стража Внемирия, которая находится на границах с пустошами Иная. Предвестник тут же оставил свой пост и отправился в сторону крохотной планетки. Пока земной мир был окутан временным хаосом после раскола Безумной Луны, демон-кузнец Обзидиан воспользовался ситуацией и выковал из фрагментов легендарный ныне клинок Демон Эйдж, который после его же и убил. Лезвие кузнец изготовил из руды света, а рукоять из камней тьмы. Сами же древние посредством наиболее крупных осколков начали испускать чистую энергию, искажающую и порабощающую обычных существ, героям же дарующую ману и бессмертие. Один из разработчиков Valve рассказал, что принцип излучения от руды сил света и камней тьмы был частично списан с космического излучения из произведения Лавкрафта «Цвет из иных миров». Посредством своих марионеток, крипов, противоборствующие стороны начали укреплять свои позиции и строить вокруг самых крупных кристаллов крепости, впоследствии названные тронами. Древних же, вместо непроизносимых Radiant Fool и Dire Rulf, начали кличить просто как Radiant и Dire, то есть Свет и Тьма. Помимо этого, древние избрали для себя жриц, которые должны были нести их слово во все уголки мира и привлекать новые силы. Жрицей сил света была назначена Преликс, а оппоненткой с темной стороны — ее собственная дочь Канна. Они же, в свою очередь, избрали личных чемпионов и начали готовиться к бесконечной битве. Избранником Канны стал еще один знакомый нам герой Рейгар, а чемпионом Преликс — могущественный мега-крип Брэна. Параллельно с этим, в другой точке карты первые ростки пустил военный конфликт между армией Красного Тумана и Бронзовым Легионом, в который чуть позже был также вовлечен и лесной народ Воулов во главе с переметнувшимся Риксом. Вместе с этим, в еще одной лесной локации уже эльфийский народ начал вспоминать пророчества о возвращении истинной богини Луны — Мене, которую ранее по еще неизвестным для нас причинам сместила уже упомянутая Селемина. И пока одни предводители разрабатывали планы порабощения других, Террорблейд продумывал план побега из демонической зеркальной тюрьмы, а одна из сестер Вуали исполняла свой очередной заказ, где-то в далеких землях драконов молодой рыцарь Дэвиан и принцесса солнечного престола Мирана готовились к своему новому захватывающему приключению, абсолютно не догадываясь, чем же оно впоследствии для них обернется. А это была вся ключевая информация, которую вам стоит знать перед просмотром аниме Кровь Дракона. Надеюсь, этот пересказ хронологии вселенной доты вам был полезен, и если это так, то буду вам очень благодарен за лайк, подписку и любой комментарий, чтобы ролик имел хоть призрачные шансы на попадание в игровые тренды. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик для своевременных оповещений о новых роликах. Мне еще есть о чем вам рассказать, поэтому держите руку на пульсе и заходите ко мне на страничку ВКонтакте, где я отныне буду публиковать какие-то актуальные новости, связанные с сериалом и лором доты в частности. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам еще раз за просмотр и поддержку канала. Всего хорошего, не болейте и скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok